Прогресс не стоит на месте. Новое мобильное приложение позволяет семейным парам загрузить свое фото, и программа сама подберет приемного ребенка из детдома. Он, как уверяют разработчики, будет максимально похож на потенциальных приемных родителей. Наш обозреватель Николай Петров решил с экспертами обсудить новинку, ее этическую сторону. Дети-сироты, так похожие на нас. Что такое проект «Одно лицо»? Талантливый пиар-ход или работающий инструмент, помогающий найти новую семью? Добрый вечер, спасибо, что пришли. Вы знаете, ваш проект крайне интересен, потому что первое, что сделает любой человек, я это сделал. Я загрузил свою фотографию, и действительно оказалось 5-6 анкет детей, которые похожи на меня и которые мне предлагаются установить. Все-таки это работает штука. Работает похожесть? Ну, конечно, работает похожесть. Мы долго работаем... Работает интерес, пробуждает интерес к тому, чтобы сделать несколько кликов и просто снова погрузиться в тему сиротства. Да, интерес, конечно, работает. У нас загрузили фотографии за пару дней около 86 тысяч человек, а дней за 10 около 250. Конечно, интерес работает. А вот какой из этого может быть позитивный выхлоп, да, вот практический результат? Или пока еще рано говорить? Нет, пока не рано говорить, потому что все-таки, конечно же, у нас была цель для запуска этого проекта. И, конечно, основная цель все-таки это вовлечение новой аудитории, расширение аудитории людей, которые заинтересуются темой сиротства. Вообще детьми в детских домах узнают, что они вообще там существуют, что их огромное количество. И вообще как бы поймут, что эти дети в детских домах это не кто-то что-то, такой кто-то непонятный. А это вполне себе обычный ребенок, более того, похожий на меня. И вот я сижу здесь в Москве, загружаю фотографии, я сразу попадаю там образно в Челябинск или во Владивосток и понимаю, что там где-то на другом конце страны живет ребенок, похожий на меня. Юля, а с чем связано, что вот этот интерес к проблеме усыновления, он движется какими-то волнами? Он то появляется, разоставится, то спадает. Вот вы на своих программах это ощущаете? Ну да, тема просто очень сложная. Тема, она не всегда позитивная или не всегда там какая-то кричащая. Поэтому надо постоянно искать какие-то новые фишки, элементы, которые будут помогать людям подходить еще раз и еще раз к этой проблеме. А сколько в вашей базе данных анкет таких, видеоанкет детей? Вот на данный момент у нас порядка около 19 тысяч видеоанкет. А у вас сколько? У нас анкета родителей есть. А, то есть все наоборот, как бы построено. У нас есть база потенциальных приемных родителей, которые могут выбирать, да, граждане себе, скажем так, детки, могут выбирать себе родителей, директора детских домов, психологи. И сейчас мы начали туда загружать видеоанкеты родителей, которые снимают, показывают, здесь ты будешь жить, вот твоя кровать, вот твой дом, вот твои собаки. То есть это как бы два разных подхода. В одном случае родители выбирают ребенка похожего на себя, а в другом случае дети... Дети могут выбрать родителей. А что они ищут? Они ищут благосостояние, симпатию. Да все по-разному. Вот мальчик недавно звонил и говорит, слушайте, я слышала, там у Галины Филипповны рядом есть Ледовый дворец, а я вот хоккеем хочу заниматься и занимаюсь, не хочу бросать. Можете меня с ней состыковать, чтобы я вот познакомился. Екатерина, вот смотрите, есть претензии все-таки к вашему проекту. Насколько это корректно, этично, да, предоставлять вам... Вот некоторые говорят, что вот эти сайты с анкетами детей напоминают магазин. Вот понравился мне этот беленький, заверните, пожалуйста, да. Что-то в этом есть не то, когда подбирают по внешнему сходству. Ну, смотрите, здесь как бы два момента. Во-первых, отдельно рассмотрим базу данных. Конечно, нас называют магазином, мы привыкли к этому, я к этому отношусь, как вообще руководитель программы по съемке. Мое подведомство не находится вообще в съемках этих видеоанкет, я так говорю. Вы называете это магазином, у нас 4 тысячи детей из этого магазина нашли своих родителей. Хотите называть магазином, называйте. Мы не продаем детей, как это делается в магазине, мы показываем. Мы информируем о том, что и вот есть эти дети, вот есть 18, 19, 20, 30 тысяч детей, у каждого есть какие-то свои желания, потребности и так далее. Что касается отдельно проекта, это не основная наша мотивирующая цель, возьми ребенка, потому что он на тебя похож. Конечно же, было бы глупо так считать, естественно, нет. Но как бы, если человек заинтересуется этим, после этого ему нужно пройти гигантское количество шагов. Все они описаны на нашем сайте и так далее, и так далее, и так далее. Но если человек заинтересуется этим, он может сделать перепост этой видеоанкеты и уже поможет ребенку. Потому что видов помощи детям в детских домах огромное количество. Это не только семейное устройство. Юль, а можно сказать, что вот эта затея, одно лицо, подбор ребенка по собственной фотографии, выложенной в интернет, она как-то скажется на активности вообще посетителей социальных сетей, и они пойдут в том числе и на ваши сайты, и на сайты других агентств по усыновлению, других благотворительных организаций. Скажется, ну не агентств, слава богу. Организации, да. Знаете почему? Есть родители, их немного, есть те, кто осознанно говорят, я хочу ребенка похожего на себя. У нас была одна такая родительница, но она была, да, и мы ее сразу же отправили к ребятам на сайт. Есть родители, которые подсознательно хотят детей похожих на себя, они об этом в открытую не говорят, но мы это видим по тому, вот, да, каких они выбирают детей. То есть в этом, в принципе, есть логичное зерно. Их не так много, но они же есть. То есть здесь вот такая двусторонняя. И, конечно, все от этого выигрывают. А если не по внешности, то по каким критериям подбирать? Или это только опосредованно через психолога? Нет, люди подбирают то, что подходит им. То есть есть родители, которые приезжают в детские дома, ездят, ездят, смотрят, смотрят, а потом говорят, вот это мой ребенок. То есть по каким-то внутренним, вот, они пообщались, они подумали, поняли. А есть кто наоборот, говорят, ну, мы вытянем любого ребенка, вот, какого первого увидим, кого Бог пошлет. То есть здесь все по-разному. А у кого-то есть свои детки, кстати говоря, инвалиды или там с ограниченными возможностями здоровья по какой-то вот одному диагнозу, и они выбирают деток со схожими заболеваниями, чтобы они вместе росли, вместе адаптировались и вместе... Ну, смотрите, вот, слава Богу, количество усыновлений растет год от года, там, приблизительно на 10%, но растет и число отказов, да? Вот те люди, которые говорят, да, вот это мой ребенок, через какое-то время понимают, что совершили ошибку. Не сходится характер, не то, им тяжело. С этим можно как-то бороться? Ну, с этим, ну, бороться вообще, наверное, не то слово, с этим можно, с желанием вообще отказаться от ребенка, должны работать, конечно, службы сопровождения. Конечно же, сейчас в нашей вообще глобальной по стране с этим большая проблема, их не так много, этих служб сопровождения, но здесь, конечно же, нужна поддержка этих приемных родителей, потому что процесс усыновления, это не просто ты взял и все, тебе нужна какая-то, это целая работа, которая происходит и с родителями, и с ребенком. Конечно же, ты новый человек, который появляется в твоей жизни. Чем больше будет профессиональных служб сопровождения, тем меньше будет отказов. А вот эта система, школа приемных родителей, да, она действительно работает, она является барьером на пути людей, которые не рассчитали свои силы? Работает. Показывает, есть статистика, да, очень большое число людей отказывается, их до 50%, которые отказываются брать детей во время обучения в школе приемных родителей или сразу же после прохождения. То есть они отказываются от этой идеи до того, как они их взяли. Это вот первый шаг был, когда там 2,5 года назад сделали школу обязательной. Это первый шаг, а второй шаг как раз это школа сопровождения, потому что они сейчас, вот после нового закона принятого, да, который сейчас работает с этого года, они уже, их становится больше и больше, и они должны быть уже везде. Большое спасибо, что пришли в эту студию. Я что бы хотел сказать нашим зрителям. Вот собираетесь вы усыновлять ребенка или не собираетесь? Откройте в социальных сетях проект «Одно лицо», загрузите свою фотографию, посмотрите в лица детей-сирот, которые ждут своих родителей. И поделитесь этой информацией. Ну и может быть с вашей помощью кто-то из этих ребят или девчонок действительно найдет приемную семью. Спасибо вам большое за вот этот наш разговор. Сегодня пятница вечера. Благодарю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok